друзья всем огромный привет сегодня на обед себе делаю оладушки печеночные думаю надо поделиться со зрителями с моими рецептом это даже знаете как не то что они печу печеночно овощные вот так вот я их назову рецепт ребят проверенный этот рецепт в том году вроде бы я делал в кафе мы на бизнес-ланч их делали продавали конечно очень много все очень вкусно я себе сейчас буду делать на пол рецепта потому что из целого рецепта получается конечно очень много если вам надо то делайте умножайте все на 2 что я буду говорить но оладьи действительно очень вкусно и не пугайтесь что сейчас увидите много овощей всегда помните что все вот это вот дело она ужаривается вот сейчас есть столько-то а потом процентов на 35 будет меньше плюс это все еще раз ужарится в оладих так что рецепт отработанный пробуйте кому понравится пробуйте нет значит нет так ребят начнем что для этого в принципе надо для этого нужна куриная печень беру куриную вот она уже помыл я лучше люблю куриную можете брать любую свиной говяжью как хотите я взял куриную тут у меня 250 грамм свежая морковь беру смотрите сырую очищенную 150 грамм и лук репчатый сырой очищенной 300 грамм и теперь это дело потом покажу тут муку и цвет потом покажу потом это дело нам надо сейчас будет все обжарить режете просто смотрите в хаотичном порядке вот как у вас есть фантазия желание все равно нам сейчас надо будет это все обжарить грубо говоря до пропассировать и потом это все мы будем пропускать через мясорубку то есть нарезка нам тут не нужно просто просто режем как мы умеем любыми кусочками брусочками шашечками как хотите делайте вот морковь порезал сразу же складываю на сковородку морковку порезали лук лук друзья тоже смотрите прям вот тоже в хаотичном порядке полом и еще три раза три раза нам все это надо сейчас будет жарить и потом на мясорубку то есть нарезка нам тут не принципиально все лук порезали сейчас это дело тоже на сковородку и жарим и жарим как вам сказать не жарим до черноты а жарим до полу готовности до легкого такого красивого колера сейчас покажу все вот смотрите пассеровка у меня жарится на среднем огне не надо ничего жаривать даете вот такой вот легкий ей загар скажем так чуть-чуть сейчас это все станет мягким ужаривать до черноты ничего ребят не надо чтобы у нас ничего не было горько да и все сейчас вот еще минутку полторы без каких-либо сахаров специи уксуса просто лук морковь на растительном масле и все сейчас даем это дело немножко остыть перекручиваем на мясорубке печенку перекручиваем овощи вот эти перекручиваем я кручу на мелкой как ее называют решетки все даем остыть и перекручиваем все смотрите перекрутил я печенку вот она у меня внизу тут у меня пассеровка еще она тепленькая пара деда так ребят чем мы дальше делаем три зубчика чеснока вот я буквально беру три зубчика чеснока сюда я думаю больше не надо к если хотите положить побольше я делаю такой просто легкий легкий пикантный аромат чесночка оттенок чтобы не забивать слишком все true это все дело на своей чудо терочке можете на чеснокодавилки как хотите самое главное нам сюда его запустить чесночок их не зря я вот эту тарку купил такая удобная надо вот так вот три зубчика и прям таки это супер-пупер так а где я покупал я ее где-то ведь вам обзор делал а фикс прайсе классная терка так все ребят кладем обычное одно куриное яйцо первой категории беру 100 грамм пшеничной муки высшего сорта перец по вкусу обычный кто-то может вообще без перца ест я люблю остренько когда у меня все это дело перец тоже классный он такой острый это не реклама просто поделюсь с вами вот такой вот я беру и причем он дешевый это я беру ой магазин в находке что ли не помню я короче говоря где то там все ребят и обычную соль поваренную соль по граммам я естественно не кладу кладу так как нравится мне по вкусу я люблю что было ну солено все перемешиваем это все дело в однородный фарш тут как бы ничего сложного нет друзья вот смотрите перемешал у меня получается вот такой вот фарш он достаточно густой такой хороший смотрите как много получилось потому я и делаю на пол рецепта здесь смотрите всего лишь как говорится 250 грамм печени но у вас на целую семью завтрак обед ужин там кто как в какое время будет это делать кушать очень даже вкусно с картошечка пюре это просто супер ребят я считал не помню то ли 16 то ли 17 котлет получается все меньше разговоров больше дело теперь ставим на газ на плиту сковородку с растительным маслом раскаляем ее и просто жарим классическим способом с обеих сторон сразу скажу не делайте сковородку слишком слишком сильно разогрели положили эти котлетки я ложку кладу и не надо слишком врубать сильно потому что внутри может быть сырое все-таки надо дать пропечься прожариться с обеих сторон делаем умеренный газ торопиться нам некуда с обеих сторон все красиво красиво жарим парим варим пошлите жарить ребятки все друзья вот смотрите буквально по одной ложечке положил все вроде бы видно да и вот такое умеренное шкварчание сильно не врубаю на растительном масле классическим способом они очень классно жарятся ничего не пригорает все быстро жарится и все замечательно кстати переворачивается ничего не прилипает у меня и не сваливают сверху котлеты вот это вот оно все пропекается и все изумительно переворачивается все сейчас жарю с одной стороны покажу уже когда перевернул все друзья вот смотрите я их перевернул замечательно ничего не прилипает вот тут маленько мазану я но ничего страшного аромат это просто не передать легкий такой чесночок это просто супер я всем советую сделать очень легко быстро и в то же время это так вкусно все ребята принципе жарим все вот эту вот порцию до готовности всем приятного аппетита всем огромное спасибо за лайки за просмотры за ваши комментарии пишите друзья я с вами всем пока пока всем огромное спасибо и всем приятного аппетита друзья не мог не включить еще раз камеру посмотрите какая гора получается оладушек из-за половины рецепта тут очень можно должна есть они очень вкусненькие все друзья еще раз вам всем приятного аппетита и всем пока пока